Всем привет! Сегодня нас ждет много интересных тем. Точнее, их будет три. Одна из них — система тестирования в ГОМ. Другая — это continuous integration. И немного поговорим про безопасность и всякие уязвимости, которые могут быть в веб-проектах. На прошлой лекции говорили про SQL-инъекции. Сейчас поговорим более про уязвимости HTTP, чем про баз данных. Тестирование. Мы все пишем код. Когда мы пишем код, мы его как-то проверяем. То есть наш продукт проверяется функционально. Мы руками как-то просматриваем то, что мы написали. Если мы что-то меняем в одном месте, то может сломаться в другом месте. И мы тоже тогда все места проверяем. То есть по мере роста нашего проекта нужно проверять как можно больше места. Это все можно автоматизировать. И автоматически протестировать. Тестирование у нас делится на несколько групп. Во-первых, по виду либо черным ящиком, либо белым ящиком. В чем разница? В том, что когда мы тестируем черным ящиком, мы не знаем внутренности того, что мы тестируем. У нас есть какой-то input, какой-то output. И в зависимости от input и output мы уже понимаем, да, это то, что нам нужно, либо нет. Например, у нас сумма двух чисел. Нам нужно ее протестировать. На input у нас два числа. А output одно число сумма. Если output, допустим, 3, а input — это 1 и 2, то программа работает верно. Но чтобы нам это все протестировать, нам нужно использовать все числа от плюс бесконечности, точнее от минус бесконечности до плюс бесконечности. Люди столько не живут, поэтому придумывают всякие ухищрения для того, чтобы меньше кейсов покрывать тестом. Есть разные ухищрения. Например, тестирование по классам эквивалентности. Допустим, у нас есть числа от минус бесконечности до плюс бесконечности. Их можно разбить на несколько классов эквивалентности. Допустим, положительные числа и отрицательные числа. И тестировать какое-то одно число из положительных, какое-то одно из отрицательных. И мы думаем, что мы покроем этими двумя кейсами абсолютно все числа от плюс бесконечности до минус бесконечности. Есть метод граничных значений. Опять же, берем функцию сложения. Если у нас есть положительные и отрицательные числа, да, еще третий класс эквивалентности — 0, его тоже важно тестировать, мы еще будем брать граничные значения, то есть минус 1, плюс 1, и тестировать их для того, чтобы покрыть как можно больше кейсов. Если мы берем белый ящик, то тут ситуация немного другая. Мы полностью знаем, как работает наша функция, мы полностью знаем, как работает программа. Мы видим код, как она написана. И мы можем просмотреть по коду и протестировать все ветки этого кода. То есть, допустим, у нас есть условие. Условие — две ветки. Мы можем протестировать одну ветку, другую ветку. И тогда мы полностью покроем все кейсы работы нашей функции. Кроме того, что тестирование разделяется по такому типу, оно еще разделяется на юнит-тесты, интеграционные тесты, какие-то ручные тесты, end-to-end тесты и так далее. Есть пирамиды тестирования. Не помню имени человека, который я придумал. Но, в общем, суть в том, что самое важное, что есть в вашем приложении, — это юнит-тесты, потому что они покрывают ваш код, максимально покроют ваш код. Дальше идут интеграционные тесты. То есть, если в юнит-тестах мы тестируем модули все по отдельности, то в интеграционных тестах мы тестируем совокупность модулей какую-то. End-to-end тесты мы тестируем полностью IP-концы какие-то. И GUI-тесты — автоматизированные тесты на юзер-интерфейс. Для всех этих тестов есть определенная технология, к помощи которых они реализовываются, определенные подходы, определенные фреймворки. Например, в GUI для юнит-тестов есть отдельная библиотека. Если мы хотим делать UI-тесты автоматизированные, то есть библиотека Selenium, которая позволяет в браузере прокликивать всякие инпуты, вставлять тексты в инпуты, прокликивать всякие кнопочки и получать какой-то результат и сравнивать его. И сейчас мы в основном поговорим про юнит-тесты. Доброе утро. Как они устроены в GO? Допустим, у нас есть функция, которую мы хотим протестировать. Допустим, та же самая сумма. Для того, чтобы запустить тесты, мы должны создать файлик внутри нашего пакета с именем подчеркивания test.gu. Есть специальный пакет testing, который функцию тестирования предоставляет определенный интерфейс для того, чтобы мы могли в определенный момент либо этот тест сфейлить, либо ничего не сделать, то есть тест пройдет. Все тестовые функции должны начинаться с слова test. Тогда система тестирования в GO поймет, что эта функция является тестовой, и ее надо запустить для того, чтобы протестировать. Если мы посмотрим на тестовый фреймворк в других языках, то в них основная функция — это функция assert, которая дает нам понять, либо тест прошел, либо не прошел. В GO этого нет. В GO мы проверяем обычным условием это все, и если что-то не подходит под наши условия, то мы просто кидаем ошибку. В методе, который предоставляется пакетом testing, в структуре T, есть мета-террор, который нам этот тест зафейлит. Давайте посмотрим, как оно запускается. Запустить тест очень просто. GO, тест. Все. Нам выводится тот пакет, который мы протестировали, и время, с которым тесты все прошли. Помимо этого, мы можем тестировать на предмет паников. Конечно, это такой кейс очень редкий, и так вообще делать не надо, чтобы вы тестировали паники, вам лучше всегда возвращать ошибки, потому что паники — это заведомо не best practice. Сначала мы прогоняем все кейсы, которые нам нужны, а дальше, если в делении на ноль нам кидается паник, то мы его ловим вот в этой вот первой функции. Если он не словился, то у нас выведется, что мы ожидаем все-таки панику. Помимо того, что мы можем писать, как в первой функции Error, мы можем использовать RRF. Тут есть строка Format, и передавать туда аргументы так же, как в PrintF. Так, чуть посложнее. Есть в системе тестирования метод Fatal. Если метод Error просто кинет ошибку и продолжит выполнение нашего теста, то метод Fatal, он просто уйдет из этого тест-кейса и продолжит выполнять следующий. Если Fatal, то значит мы не можем продолжить следующий кейс, и лучше нам выйти сейчас. Если у нас на выходе функции имеется какая-то структура, либо слайс, то проверить его просто на сравнение не получится. Потому что в структурах нет гарантии порядка, и обычное равно может просто не сработать. Для этого мы используем метод DeepEqual в пакете Reflect. Про пакет Reflect будет следующая лекция, более подробно. Сейчас мы будем использовать один метод. В DeepEqual просто проходится по всей структуре и сравнивать или по слайсу, и сравнивать ее прям поэлементно в Reflect. Ну, так же есть Fatal.f, если мы хотим использовать какую-то форматированную строку. А в чем принципиальное отличие в Go-тестировании еще? Есть очень удобная фича, называется Table Testing. Допустим, у нас есть функция TrueDivision, которая у нас не кидает пэник, как обычный division, а возвращает какую-то ошибку. И у нас есть куча кейсов, которые мы можем тут протестировать, как положительные числа, так и отрицательные. Мы создаем анонимную структуру. Допустим, A и B. Это у нас аргументы нашей функции. Результат, который мы ожидаем, и ошибка, которая нам может вернуться. И прописываем каждый кейс. Допустим, если у нас деление 1 на 1, да, в результате у нас получается 1. И ошибки, соответственно, нет. Если у нас 0, 1, 0 делим на 1, то результат 0, ошибки тоже нет. Если же мы 1 делим на 0, результат вообще может быть любым. Но тут у нас появляется ошибка. Дальше по слайсу этих анонимных структур. Тут можно вообще... Ее лучше назвать cases. Не дай там. Так. Вообще можно передать пустой интерфейс. Что-то ругается. И тогда он это все проглотит. Дальше мы поитерируемся по этому слайсу из кейсов. И проверяем, что у нас... Во-первых, совпадает результат с ожидаемым. Да, у нас, кстати, не получится проверить на пустой интерфейс, потому что у нас сравнение не пройдет. Да, пустой интерфейс плохая идея, я согласен. И проверяем на ошибку. То есть если у нас есть ошибка, то мы проверяем, что та ошибка, которую мы прислали, соответствует той ошибке, которую мы ожидаем. Мы вообще хотим посмотреть, что все-таки мы тестируем более подробно. Для этого есть параметр v, который означает вербулус, и он выведет абсолютно все, что будет тестироваться. Все абсолютно тестовые функции, сколько их тестирование заняло. Как мы видим, они выполняются последовательно. Если у нас очень много таких функций, то это может занять продолжительное время. Мы можем выполнить их все параллельно. Для этого в начале каждой тестовой функции нам необходимо прописать t.parallel. Значит, что эту функцию можно вызывать параллельно, и она не зависит от других тестовых функций. Вообще в тестировании все тесты должны быть атомарными и независимыми. То есть тестировать какой-то узкий кейс и не зависеть от других тестов, и иметь возможность запускаться в разном порядке. Но если тест написан плохо, и он зависит от результата какого-то другого теста, то параллельность может не сработать. Для того, чтобы проверить, что параллельность все-таки работает, предлагаю написать какой-нибудь slip на 2 секунды в двух тестах, чтобы проверить, что оба теста выполнятся суммарно за 2 секунды. и проверим. Все, получилось 2 секунды. То есть два теста запустились параллельно. Если мы уберем параллель, то получится чуть больше 4 секунды. Ну, собственно, что и требовалось доказать. Вопросы по тейбл тестингу, по тестированию есть? По системе тестирования, по функциям. Да, еще один момент. Мы можем писать также в log. Кроме error есть t.log. Оно не будет просто так выводиться, оно будет выводиться, если verbose. То есть если запускаем с verbose, то видим, что вывелось то, что мы залогировали. Если без verbose, то ничего не вывелось. Помимо того, что мы можем как-то фейлить тесты, логировать что-то в них, мы можем их скипать. Есть метод t.skip. Допустим, у нас есть тест testAdUser. Можно написать, что нам он не сильно нужен. Посмотрим. Ну вот. TestAdUser. Скип. То есть он у нас не выполнился. Это вообще нужно, если у нас какой-то платформа-зависимый код, то для каких-то платформ мы какие-то тесты не будем прогонять. Мы можем вообще, да, указать, что нам нужно тестировать только testAdUser. И все. Мы можем указать здесь регулярку. то есть если у нас есть division. Нет. Ну вот. TestDivision. Если мы тут напишем тест не table, а true division. Дополнится два теста. То есть мы в параметрах можем указывать, какие тесты ему выполнить. То, что касается обычных unit-тестов. Мы просто берем функцию, у нее какой-то вход, у нее какой-то выход, мы сравниваем. Если какая-то ошибка, то мы падаем. Или не падаем. Или что-то пропускаем. И так далее. И может запускаться параллельно. Но мы разрабатываем веб-сервисы, и нам нужно как-то тестировать наши HTTP-хендлеры и вообще то, что касается протокола HTTP. Для этого я взял пример из пятой лекции, которая называется с четвертой лекции, которая называется JSON-API. Напомним, у нас здесь был слайс тудушек, такая маленькая база данных внутри кода. У нас был хендлер, два хендлера, один который отдавал индекс.html файл и другой, который отвечал за API и обрабатывал три метода get, post и put. И в зависимости от этих методов что-то делал. На get он что-то отдавал, на post что-то обновлял и на put что-то обновлял. В чем проблема этого кода? Проблема этого кода в том, что он совершенно нетестируемый. Если мы хотим протестировать эту функцию, именно этот хендлер, мы это никак не сделаем, потому что он инлайном зашит внутрь HTTP handle fung. поэтому первый шаг к тестируемому коду это выносить все функции отдельно. Второй шаг к тестируемому коду. Мы используем какие-то внешние данные и используем их из замыкания. То есть вот они глобально здесь определены в методе main. Если мы хотим делать тесты уникальными, то мы и вообще как-то протестировать это все, мы должны передавать свои данные сюда, чтобы протестировать, что в зависимости от данных у нас да, такой результат. Здесь мы эти данные передать не можем, потому что они у нас глобальны. Поэтому первый шаг это все отрефакторить немножко и разбить на пакеты и разбить на функции. здесь в примере у нас есть метод main, в котором просто есть два хендлера. И изначально мы все эти хендлеры инициализируем с нашей базой данных. Мы передаем в них указатель на наш слайс со структурами to-do. Выглядит эта структура так. То есть у нас to-do, у нас есть хендлер, в котором содержатся эти структуры. Помимо to-душек, если мы используем какую-то базу данных, тут может быть объект этой базы данных, которую мы создадим в main, чтобы использовать его в хендлерах. Что нам это даст? Теперь у нас есть отдельная функция handle to-dos, в которой перечислены все методы, которые она делает и обрабатывает точнее. И у нас есть в ней объект хендлер. По сути handle to-dos это теперь метод структуры хендлер. Создаем мы ее в main и передаем в http handle func. И мы теперь это можем протестировать. Во-первых, мы создаем свой хендлер со своими данными для тестов. А дальше идет немного магии. В go есть специальные методы для того, чтобы обрабатывать http. То есть в нем есть свой http-сервер встроенный тестовый. К нему можно обращаться и можно с помощью этого сервера обращаться обрабатывать свои хендлеры. Мы создаем наш хендлер из нашей функции. Создаем новый запрос, который будет обрабатываться этим хендлером с помощью http-new-request. Дальше вместе с http есть пакет http-test, который прокидывает нам в код рекордер. Он отслеживает http-запросы и по сути это writer, в который все придет. И мы делаем сервый http обычный, в который передаем наш writer и reader, который мы создали, точнее request, который мы создали. Наш response writer и request. И дальше в наши функции передаем делаем метод get. Дальше мы просто проверяем статус. Нам важно, что при таких данных у нас будет статус ok. Если статус не ok, то то увы. Тут можно даже поставить fatal f. Потому что если у нас статус не ok, то мы можем вообще просто взять и ничего дальше не тестировать. А если же статус все-таки ok, то мы загоним сюда строк, который мы ожидаем, который к нам придет, и просто сравним body. То есть сравним то, что нам пришло от нашего хендлера с тем, что мы ожидаем от него. Если оно опять же не совпадает, то мы кинем ошибку. Тут я написал, что мы ожидаем какую-то строку. Мы можем здесь указать просто структуру. Потому что строка не всегда удобна. Если у нас какой-то огромный объект, нам проще написать структуру, а дальше уже наш body задекодить из JSON-а и сравнить через DeepEco, как в первом примере. Вопросы? Нет вопросов. Отлично. То есть наш код должен быть тестируем, чтобы мы могли как-то изолированно протестировать разные методы. То есть мы не должны где-то использовать какие-то левые данные, которые нам пришли сверху откуда-то. Мы должны явно передавать в наши функции все данные. Если мы инициализируем структуру с какими-то данными, а дальше тестируем методы на основе этой структуры, то это достаточно удобно. И этот подход называется dependency injection. Внедрение зависимости. То есть когда мы берем нашу зависимость, в данном случае это наши данные, и прокидываем их каждый раз в нашу функцию. В данном случае через структуру. Вот мы написали тесты. Но как понять, что мы написали достаточно тестов? Для этого есть специальная метрика, называется code coverage. То есть покрытие тестов в процентах. Code coverage может быть как по строкам, то есть сколько строк кода мы покрыли тестами, так по веткам. То есть сколько веток ответвления от этого кода мы покрыли тестами. Ну и есть проценты по функциям. Сколько процентов функций покрыли, сколько процентов нет. Чтобы нам сгенерировать отчет о нашем покрытии кода, есть в go test cover profile. Флаг, в файл cover out передаст отчет о тестовом покрытии. кстати проверим что тесты работают. Мы тестируем пакет handlers. тесты прошли. Дальше мы можем это сгенерировать. он нам сразу выдал наш code coverage. у нас покрыто 28 процентов строк. Такой вывод конечно так себе не очень удобен. Мы можем использовать вывод немного поудобнее. Для этого в go есть специальный go tool, который нам возьмет из этого отчета и данные и покажет что у нас покрыто по файлам. Допустим handle у нас вообще не покрыт. handle to dos покрыт на 36,8%. Ну и в сумме 28% получилось. Мы можем посмотреть это в более удобном виде. В виде html. Сгенерировали html, открываем в браузере и видим что что у нас здесь не покрыто в этом методе в этом методе и можем смотреть что у нас покрыто в этом методе. Допустим у нас здесь покрыт весь get метод post и метод put не покрыты тестами. Вообще какова должна быть степень покрытия тестами? В идеале конечно 100%. Не всегда это удается добиться из-за того что некоторые вещи мы просто не можем протестировать. Например если у нас в методе main только навешиваются http хендлеры то мы это тестировать не будем потому что нам надо тестировать только свой код а не чужой. То есть как обрабатываются эти хендлеры на уровне библиотеки http это уже задача тестирования для разработчиков языка go причем язык go тоже протестирован можно посмотреть даже насколько если зайти на гитхаб здесь везде go link мы не найдем go link он просто go называется go go нет go не публикует о тестовом покрытии информацию а жаль просто многие пакеты проекта на гитхабе публикуют информацию о том насколько они покрыты тестами что последняя сборка этого проекта прошла тестирование успешно в данном случае это не так ну на основе этого сгенерированного html мы можем сразу посмотреть что у нас не покрыто что нам нужно покрыть тестами дальше и в какую сторону нам двигаться вопросы есть по тестовому покрытию нет нет не обновляйся сколько всего нет вопросов хорошо так как я уже до этого сказал мы можем передавать какой-то какие-то свои данные в параметрах какие-то функции какие-то структуры чтобы не тестировать их потому потому что если мы не передаем эту функцию то нам придется тестировать еще работу этой функции поэтому все зависимости мы передаем в параметрах но иногда это зависимость внешне и мы не знаем как ее использовать и какой у нее есть интерфейс для этого существуют моки мы можем взять интерфейс этой структуры этого модуля и как-то его переделать под себя пример лучше у нас есть какая-то допустим внешняя структура юзер у нее есть getName и setName ну и она реализует интерфейс юзер интерфейс два метода у нас есть пустой нет main у нас есть тест нам нужно эту структуру как-то протестировать не не зная что у нее внутри но зная какой у нее интерфейс то есть мы можем как бы сами реализовать ее но это будет немного неправильно и нам нужно отслеживать что внутри вызываются именно эти методы поэтому есть специальная штука называется мокген мы можем сгенерировать моки для нужной нам структуры так вот давайте я удалю этот код этот тест и сделаю мокген я поставлю мокген ставим мокген для начала ставим библиотеку гошную гомок а потом ставим мокген отлично теперь мы можем использовать мокген для того чтобы он нормально работал наши все исходники должны лежать внутри go pass msu go 11 6 06 мог и генерируем это для пакета users и нам важно сгенерировать его для user interface ну вот нам сгенерировался мог мог это специальный объект который якобы выполняет то же самое что и объект который мы хотим подделать с одним нюансом сейчас мы здесь можем указать output точнее destination куда мы положим users мог go так вот вот наш users мог сгенерировался все абсолютно такое же в чем разница я немного не то удалил я удалил тест вместо мог да добавляем тест так вот этот мог это лишнее вот тест оставляем а мог в папочку мог засовываем что -с-м с-м с-м с-сс-м Так. Mox. Да. Отлично. Что мы можем с этим делать? У нас была структура, которая реализует интерфейс setName и getName. У нас есть метод doSumWork, который мы хотим протестировать. В ней мы принимаем вот этот вот интерфейс и делаем setName и getName, и выводим имя. Нам нужно проверить, что в этой функции мы действительно вызываем setName, действительно вызываем getName. Потому что это внешняя зависимость, и нам важно, как мы с ней работаем, в какой последовательности мы с ней работаем. Для этого мы используем библиотеку goMock, которую я установил. У нее есть метод newController, который запускает контроль за этим mock. Важно очень его зафинишить потом. и мы генерируем потом mockUserInterface наш. То есть мы генерируем этот интерфейс, который мы хотим замокать. И этот интерфейс ожидает, что внутри этой функции мы сделаем сначала set с такими-то аргументами, а потом мы сделаем get, который вернет такую-то строку или что угодно, такое-то значение. И после того, как мы объяснили, что мы ожидаем, мы делаем, вызываем нашу функцию. Вопросы есть с mockами? Да, тут используется для генерации mock of goGenerate. О нем будет тоже на следующей лекции. То есть мы сначала в тесте в нашем даем понять, ожидаем, какая последовательность к нам придет. То есть сначала мы должны вызвать set, потом get. И внутри нашего метода мы именно так должны в такой же последовательности это все сделать для нашего объекта, который мы туда передаем. Давайте посмотрим, что это работает. То есть прошел. Если же, как тут указано, мы раскомментируем эту строчку, то последовательность нарушится. У нас не будет сета get. У нас тест не пройдет, потому что после этого get мы не указали, что мы делаем еще раз set. Если мы это укажем в тесте. Тут Иван Петров. Если мы укажем эту последовательность в тесте, то все отлично. То есть если мы используем какую-то внешнюю зависимость, и нам важен порядок вызова ее, то мы можем использовать mock и отслеживать порядок вызова в наших тестах. Вопросы есть по этому? По mock? Хорошо. А вообще по тестированию? Тоже нет. Прекрасно. Мы написали много тестов. У нас стопроцентное покрытие кода. Но... Ну и что? Ну зачем? Какой в этом смысл? У нас просто лежат тесты. Главный вопрос – когда их запускать? Мы что-то написали и запустили тесты. Отлично. Ну да. А если... Если мы ничего не написали, просто обновили библиотеку какую-то? Тоже. Да. Ну да. А если мы хотим это выложить куда-то на хероку, допустим? Нам нужно что-то проверить? И тоже можно. То есть всегда нам нужно запускать тесты. Понятно. После каждого изменения. После каждого изменения, да. Но обычно люди этим не занимаются. Обычно люди забывают и забивают на все это. И специально для таких людей были придуманы системы Continuous Integration, которые выполняют всякие работы по сборке, по тестированию в автоматическом режиме где-то на удаленном сервере. Как это работает? Вернусь к презентации. Так. Прошли. Отлично. Мы написали какой-то код. Мы запушили этот код куда-то. В нашем случае это GitLab. Дальше запускается Continuous Integration, который берет этот код, что-то с ним делает. И дальше может выложить куда-то на Heroku, допустим, либо на ваш build-сервер, тестовый сервер, production-сервер. Неважно. Если мы просто собираем код, проверяем, что он работает в системе Continuous Integration, это Continuous Integration. Но мы можем пойти дальше. Мы можем автоматически, если наши тесты пройдены, если проект собирается, мы можем его автоматически разложить куда-нибудь в development-среду, чтобы его сразу проверять там, уже руками. И это называется Continuous Delivery. А если мы сразу в production это все польем, то это уже Continuous Deployment. Компании, которые занимаются Continuous Delivery и Continuous Deployment достаточно мало. Потому что не везде есть достаточное покрытие тестами, которые гарантируют, что продукт будет работать. Потому что тесты вообще не гарантируют, что продукт будет работать. Они могут найти некоторые ошибки. Они могут прям исключить абсолютно все ошибки. Но некоторые компании закладываются на то, что да, что-то будет не работать. Вкладывают какие-то деньги. Но зато у них идет быстрее разработка и быстрее все выкладывается. Например, одна из таких компаний Booking.com. У них процесс построен так, что они сразу написали код и через 20 минут он уже крутится в продакшене. Сломался? Ну и ладно. На это есть какой-то бюджет. Хорошая новость в том, что для этого нам не надо ничего поднимать практически. Если мы используем GitLab, то там есть встроенная GitLab CI. И это бесплатно для приватных репозиториев. Если мы используем GitHub, то там есть Travis CI. Он бесплатный только для публичных репозиториев. А для приватных репозиториев будет немножко платный. Но если вы студенты, то вы можете взять GitHub Students Pack и в котором будут бесплатные приватные GitHub репозитории и также бесплатный Travis. Давайте попробуем настроить Continuous Integration для нашего бота, которого мы делали, для наших проектов, чтобы на него проходили автоматические тесты и чтобы он автоматически выкладывался на Heroku. Так мы используем GitLab, мы будем использовать GitLab CI. Но потом я покажу пример и по Travis. Для того, чтобы это работало и работало нормально, нам нужно вынести все наши боты, все наши проекты в отдельные репозитории, чтобы удобнее было запускать тесты и чтобы удобнее было управлять этим проектом. Потому что в репозитории со всем этим кодом держать это все очень неудобно. Так. И мне нужно это тоже открыть. Не. Ну. Сердце. Нет, не то открываю. Бот. Вот. Какой? Аргумент. А, это… Сейчас расскажу. Это все IDE подставляет. А. То есть это название аргумента, как он назван в этом методе. Здесь он назван arg0 и там он показывает, как arg0. Это только в Гогланте по умолчанию. Это можно отключить в настройках, если вам это не нравится. Так, вот. У нас есть бот. У нас есть бот в отдельном репозитории. Я его немного разделил на пакеты, чтобы написать на него нормально тесты. У нас была в боте в нашем. Был метод joke. Был метод joke, который просто генерировал шутку. Он шел в стороннюю опишку и брал оттуда шутку. Проблема была в том, что URL был захардкожен в этом методе. И мы не могли управлять этим URL-ом извне. Поэтому для того, чтобы этот код был более тестируемый, я вынес URL из этого метода. И передаю его в качестве параметра. Если мы посмотрим в main, в наш бот, то здесь вот этот true находится. и передается в get-joke вот здесь. Так, сейчас немного подхачиваю DE, чтобы она правильно воспринимала проект. Потому что мы используем gb для вендоринга, и там локальный go-pass делается. А, ну да, он еще вендор не подтянул. А, потому что вендор пустой. Отлично. В вендоре у нас только манифест. Давайте сделаем gb-vendor-restore, чтобы он из манифеста наших пакетов подтянул все наши модули, от которых зависит бот. Так, вроде завелось. Появился CRC и telegram-bot API. Добавлю туда сюда еще и вендор. Так, ладно, и DE-шка тупит. Окей. Главное, что gb-build у нас работает нормально. Если мы используем опять же gb, то помимо gb-build есть еще gb-test, который запустит наш тест. gb-test. Можно также gb-test минус-v. На main-тест не написано, написаны тесты на joke. Тут тесты немного отличаются. Во-первых, мы здесь тестируем не наши HTTP-хендлеры, а мы тестируем обращение к внешнему сервису. То есть мы тестируем HTTP-клиент. Для того, чтобы протестировать HTTP-клиент, мы создаем HTTP-сервер. Заранее думая, что он возвращает нам статус «ок» и возвращает нам респонс, который мы хотим. Дальше мы у нашего фейкового сервера берем URL и подставляем этот URL в get-joke. То есть вынесли URL, теперь мы get-joke можем взять у любого сервиса, по-любому URL. Собственно, это мы и делаем. Если он смог распарсить из этого JSON нам структуру верно, то все хорошо. Если шутка как-то помялась в процессе работы, то у нас выдастся ошибка. Мы можем поменять респонс и выполнить функцию еще раз. То есть мы поменяли респонс. Он поменялся в скопе test-test-get-joke, и новая созданная функция хендлера при запросе будет смотреть на новый респонс. То есть на вот этот вот bad-joke. Берем get-joke. Вот это вот не является валидным JSON, поэтому здесь не пройдет операция JSON Marshall, и у нас выдастся, что если у нас оно смогло распарситься, не выдалась какая-то ошибка, то значит все плохо, должна была выдастся ошибка, потому что распарсить это нельзя. Мы тестируем тут как позитивный кейс, так и негативный кейс. Ошибки тоже надо тестировать. По этому тесту вопросы есть? И по continuous integration? Тогда сейчас посмотрим все на практике. У нас есть GitLab. У нас есть репозиторий MSU GoBot. И мы можем посмотреть все сборки для этого проекта, которые были. Было 12 сборок, из них большинство успешно, есть часть неуспешно. Сборка выполняется по пушу в репозитории автоматически. Мы можем указать, сконфигурировать эту сборку, то есть указать, что будет выполнено вообще. Например, у нас есть для конфигурации GitLab.se есть файлик gitlapse.yamu. В формате yamu все генерируется. Для начала мы выполним на удаленном сервере сборки апдейт. Установим нужные зависимости, установим ГБ, установим всякие линтеры, установим зависимости для нашего проекта, протестируем это и задеплоим. Деплоим мы с помощью специальной тулзы, называется DPL. Эта программа разработана компанией Travis, разработана на языке Ruby, поэтому для того, чтобы ее установить, нам нужно установить Ruby. И она дистрибьютируется как RubyGem, поэтому мы устанавливаем ее через GEM, которые идут в поставке с Ruby. DPL может деплоить вообще на разные сервисы, на Amazon, на Heroku, на GitHub Pages и так далее. Очень много всего. В данном случае нам нужно задеплоить на Heroku. У нас есть определенное название приложения — msu.go.2017. И есть API-key. Если мы пойдем в Heroku просто так, то нам нужен логин, пароль. Но для того, чтобы иметь доступ к Heroku не с браузера, а откуда-то из другого места, из другого кода скрипта, то можно сгенерировать для Heroku API-key. Для этого можно выполнить Heroku AUS token. И Heroku сгенерит нам токен авторизации для нас, который мы можем использовать в деплое. Тут видим, что этот API-key находится в переменной окружении. GitLab для безопасности рекомендует все эти токены как раз хранить в переменных окружения и для этого у него есть специальный интерфейс, чтобы эти переменные окружения добавлять. ГитLab обновился тут на днях и все потерялось. А, вот он, видимо, в настройках теперь стал. Все, ICD pipelines. Вот, нашел. Тут все воркеры, которые настроены для работы. Вы можете взять свой раннер, установить себе, и все эти тесты будут прогоняться на вашей машине. Вот, мы можем здесь указать наш API-key и значение этого API-key здесь. Можем это редактировать и удалить, добавить еще новые переменные окружения для сборок этого проекта. Если нам нужны какие-то пароли от базы данных и так далее для тестов, то все надо туда. Тут может быть не только тест, тут может быть build, что угодно. Мы можем передавать скомпилированные значения в другую сборку. Очень много всяких возможностей сейчас просто для того, чтобы познакомиться. Как вообще это все работает? У нас есть image. Это докер-образ. Кто не знаком с докером? Не знаком с докером. В общем, докер — это система виртуализации, основанная на контейнерах. Старые версии докера были основаны на Linux-контейнерах. Сейчас они используют уже системные функции ядра для того, чтобы контейнеризировать наше приложение. У нас есть в основном две сущности — это image и контейнер. Image — это образ нашей операционной системы. Это может быть Ubuntu, это может быть CentOS, это может быть что угодно. И есть контейнер, который является надстройкой над этим имиджем. То есть какая-то изолированная среда, в которой выполняются… Какие-то команды выполняются и используются функции этого имиджа, методы. Мы используем Image Golang. Мы можем посмотреть на HubDocker.com. В нем есть все имиджи, которые вообще мы можем использовать. Нажимаем Explore. Ну, тут есть куча всего — и Nginx, и Redis, и так далее. Есть даже Docker Image для Docker. Можем базу данных поставить. То есть мы просто делаем Docker Pool этого образа, и без установки пасгресса себе на машину мы можем использовать его. То есть он будет уже крутиться в изолированном контейнере. Ну, вот тут есть и Go. Тут есть разные версии Go. Начиная от 1.7, 1.6 они, по-моему, уже выпилили, не поддерживают. И тут как с ним можно работать. Сейчас Docker уже есть под Windows, Mac. Изначально он был только под Linux. Сейчас уже есть под всем операционные системы. Доделали наконец-то. Есть Alpine. Это очень легкий образ. Если мы не хотим тянуть за собой Ubuntu огромную, то мы можем просто использовать легенький Alpine для того, чтобы собирать наши проекты. Более того, Docker, мы сам Docker образ можем как-то задеплоить на Heroku, чтобы внутри Docker крутилось наш весь код. И также мы можем тестировать внутри своего Docker образа. То есть, допустим, если мы не хотим делать кучу вот этого всего, мы можем это прям при установке все запихнуть в образ, собрать его, выложить к себе на Docker Hub и использовать его при сборке наших проектов. Так, давайте я что-нибудь изменю и посмотрим, как это работает. Например, я изменю текст с GetJoke на Joke. И запушу. Так, изменение только одно. . Также мы можем указывать, для каких веток мы будем собирать. Мы можем собирать только для мастера, мы можем делать сборку абсолютно для всех веток. Делается это с помощью модификатора в файле GitLab CI. Only. Здесь можно указать OnlyMaster. Можно указать OnlyTags. Только теги будем собирать. Можем указать какую-то ветку. Можем указать регулярку для веток. То есть мы можем указывать, какие ветки ему собирать можно и деплоить. Мы можем вместо Only написать Accept, и тогда он будет собирать все, кроме вот этого. Тем временем у меня что-то там запушилось, и должна была начаться работа, сборка этого проекта. Ну да, она началась и уже идет. Посмотрим, как это выглядит. Сначала... Сейчас увеличу чуть-чуть. Во. Красота. Сначала он пулит себе этот докер-образ, который мы ему говорим спулить. Дальше он клонирует репозиторий наш. Устанавливает... Делает апдейт, апдейт. Дальше проходится по скриптам, то, что мы ему указали сделать. Скачивает нужные пакеты. Устанавливает Ruby. DPL, GB. Линтеры. Про линтеры сейчас расскажу. И деплоит все это на хероку. Да, кстати, забыл рассказать про важный флаг. Скип клинап. Когда мы хотим что-то задеплоить на хероку, DPL делает git stash. То есть он очищает все изменения в репозитории. Так как до этого мы сделали GB vendor restore и подтянули себе последние зависимости, то у нас репозиторий становится уже нечистым. И он берет, делает stash и очищает наши вендоры, которые мы скачали себе. Скип клинап, он просто говорит ему, не делай git stash. И все. Тогда у нас все наши зависимости, которые мы скачали, остаются в репозитории и задеплоятся на хероку. Вот, собственно, DPL идет. Можем посмотреть на результат. Тут был git joke, стал joke. Все. Все автоматически задеплоилось. Так. Сейчас немного отвлекусь, потом расскажу про Travis. У нас есть контроль качества нашего продукта с помощью тестов. Но у нас также есть, кроме продукта, еще и код. И нам надо контролировать качество этого кода. Нам нужно контролировать код style. Нам нужно статически его анализировать для того, чтобы понимать, какие мы можем внести туда… Что можем в этот код внести такого, что может поломать его в будущем. Для этого есть специальные штуки, называются линтеры. Если мы… В Go есть самый популярный линтер, GoLint называется. Мы можем его запустить. Сейчас он нам ничего не выдал. Если так, то… Наш код подходит под все стандарты линтеров. Потому что IDE, она его сама форматирует. Мы можем попробовать, конечно, что-нибудь поменять. Например, в имени переменной использования, в имени функции использовать подчеркивание. Он тоже не ругается. Ну ладно. Здесь не очень удачный пример. Можно использовать сразу несколько линтеров. Но последовательно их вызывать как-то не очень удобно. Поэтому есть специальная штука, называется GoMetaLintr. Он сразу вызывает кучу линтеров, которые мы можем использовать. Что? Текст. Так. Для начала его надо скачать. И установить. Как и все гошные штуки, он устанавливается с помощью GoGet. И мы теперь можем использовать GoMetaLintr. Это линтер. Мы можем установить линтеры. Видим, какой их огромный список. Он поддерживает в том числе и GoLint. И можем использовать… Я лучше не на боте покажу. Тут все в порядке с этим. Покажу на… HTTP. Видимо, на этой машине не хочет работать GoMetaLintr. Видимо, на этой машине не хочет работать GoMetaLintr. нет. Все-таки перейду. В боте. Вообще, в боте есть штука, на которую он должен ругнуться. Это умолчание ошибки вот здесь. Мы здесь умолчали ошибку. Вообще, это очень плохо, и линтеры должны ругаться на это. А, ну, собственно, да. Я просто не указал, что ему проверять. Вообще, можно, наверное, указать… Проверяй все. Ну да, сейчас он нам проверит. Он заодно проверяет все библиотеки здесь. Поэтому лучше перейти в папочку SRC и запустить его там. Мы сначала дизейблем все линтеры и наиблим те, которые нам нужны. Так, ну вот. У нас есть что? Value not checked. Врач, куча ошибок, что мы умолчали нам ошибку. Этот линтер можно также запускать на этапе Continuous Integration. Давайте это добавим в наш конфиг. И здесь вместо GoLint будем устанавливать GoMetaLint. и запускаем его. Так, что мы изменили. Встанавливаем GoMetaLint. И запускаем его. Accept не надо убрать. Да, можно убрать Accept. Хороший. Иначе у нас ничего не соберется. Допустим, мы оставим сборку только для мастера и тегов. Ветки не надо собирать, потому что у нас в этой работе, в этом job еще deploy идет. Запушилось. И идем в GitLab и смотрим, что там у нас получилось. У нас запустилась новая работа с названием Test. И по новой. Пулем GoLangImage с Docker Hub. Хотя, скорее всего, он кеширует его, а не с Docker Hub берет. Я бы на месте GitLab так и сделал. Это все достаточно долго, поэтому имеет смысл делать свой имидж для того, чтобы собирать в нем. Чтобы не устанавливать каждый раз Ruby, deploy, deploy и так далее. Вот это все не выполнять заново. Многие компании используют Docker в продакшене. То есть в Docker у них бегают все сервисы. Потому что Docker достаточно просто масштабировать даже в пределах одной машины. Но в Mail.ru Docker не используется в продакшене. Потому что по опыту это достаточно сыроватая технология. Нет. Так, наконец-то устанавливаем GoMetaLintr. Так, мне одному кажется, что оно зависло. Нет. Так. Он, видимо, не добавил GoMetaLintr себе. Интересно. Так. Если мы вернем GoLintr и будем запускать GoLintr. Похоже, в пас в этом имидже не прописан в пас GoPassBin. Так, сначала проверим, что это вообще будет работать локально. Будет работать локально. Только SRC. Да. Но, собственно, GoLintr тоже работает. Я просто не указал, куда его запускать. Вот так. И вернем OnlyMasteryTags. Какое-нибудь осмысленное название комета. Столько ждали установки всего, и все зря. Ну, а, кстати, можно new issue создать здесь теперь. По новой. Пулим Docker Image. Ждем, когда он спулится. Делаем установку всего заново. Вся и также можно проверять ваш код coverage. И если ваш код coverage меньше, допустим, 80%, то просто фейлить сборку и все. Все. Это все очень удобно, когда вы работаете в команде, и вам нужно как-то менеджить других людей, что они должны делать и какого качества код писать. Потому что, если один из ваших разработчиков пушит в мастер какой-то код, который не проходит по линтерам, это плохо. Если он пушит мастер какой-то код, который не проходит по тестам, или у него код coverage меньше, там, 80-90%, то это тоже плохо. Ну, ура. GoLens сработал и вывел нам кучу ошибок, которые нам нужно исправить по-хорошему. Так. Отлично. Это что касается GitLab CI. Но, помимо этого, есть еще куча всяких систем для сборки. Есть Jenkins, одна из самых популярных, которая используется во многих компаниях. Есть Bamboo от Atlassian, которая тоже много где используется. Есть GitLab CI, есть Travis. Есть еще Concord CI, Circle CI. Их просто бесчисленное множество. На любой вкус и цвет. Давайте посмотрим, как работает с Travis. Travis, в отличие от GitLab CI, у нас не используется в компании. У нас в компании используется только Jenkins, GitLab CI и Bamboo. В чем суть Travis? Во-первых, нам нужен GitHub. Потому что Travis по умолчанию работает с GitHub. Можно, конечно, его прикрутить GitLab, но намного проще прикрутить GitHub. У меня здесь есть репозиторий уже. Я его давно не обновлял, поэтому я просто возьму и сделаю новый ремоут в моем текущем репозитории. Git, remote, add, GitHub. Проверим, что он добавился. Добавился. Теперь мы можем делать git push GitHub master. запушился. Travis в GitHub не по умолчанию включен. Поэтому его нужно сходить и включить на travisci.org. Он автоматически подтягивает учетку с GitHub. Ну, надо авторизоваться через GitHub. Для того, чтобы включить его для нужного проекта, нужно здесь просто повернуть, выключать. Ну, и вот мы видим, что тут сборка тоже пошла. Я не знаю, что использует внутри себя Travis. Скорее всего, он использует тот же Docker, только об этом молчит. Во. Отлично. GometaLinder. А, вот оно где. Он тоже решил использовать GometaLinder. Так выглядит конфиг для Travis. В нем уже зашиты многие языки. Мы просто можем выбрать language, Go. И для Go мы будем использовать версию 1.8. Мы можем указать здесь несколько версий, чтобы протестировать наш код на нескольких версиях Go. Но нам это не нужно, потому что мы используем последнюю 1.8. Можно указать latest. Он тогда на последний будет тестировать. Дальше перед установкой мы сделаем GoGet. GoLint нашего и GB. А дальше уже… Опять же тот же самый SkipCleanup, потому что он по умолчанию использует программу DPL для того, чтобы деплоить это все нахероку. Тут нет всех тех скриптов, которые были в GitLab CI, потому что по умолчанию для проектов Travis использует утилиту make. Make — это утилита, которая есть в Unix системах, в Linux, в Mac есть. Мы просто описываем makefail, в котором… для all делаем линд и тест. Для build, допустим, мы устанавливаем какой-то вендоринг. То есть у нас идет имя работы и в одну строчку идут зависимости этой работы. То есть чтобы выполнить all, нужно выполнить линд и тест. Чтобы выполнить тест, нужно выполнить вендор. А потом уже вот это. Чтобы выполнить вендор, надо выполнить вот это. То есть последовательность будет такая. Сначала исполняем вендор — gb-vendor-restore. Потом исполняем тест. Вот. Потом уже all. И нам нужно прописать это все в фоне, чтобы указывать, что эти работы объявлены в этом makefile, их не надо где-то там искать. Здесь я немного ошибся. Да, я написал go-metal-linter, который не установил. Давайте я его сейчас установлю как раз. Go-metal-linter. Не то. Нет, вышел. Я добавил установку go-metal-linter перед всем этим. И теперь можно посмотреть, как это будет на GitHub жить. Пушим это все в GitHub. И следим за сборкой. После push-а она должна начаться. Сначала он что-то делает. Как-то подготавливает образ к работе. Можем посмотреть здесь наш конфиг. Что мы будем делать. Дальше уже начинается сборка. Мы видим, что тут происходит со всякими нашими путями. Видим, что bin в go-pass прописан. Но он ни в какой не хочет искать go-metal-linter. Причем локально. Go-metal-linter есть. Ну ладно. Тогда давайте использовать go-lint. Чтобы не разбираться. Не тратить все время. Go-lint. Указываем, что мы будем линить. Нашим make-файл. Также мы можем использовать здесь make-lint в GitLab. Убрать vendor-restore. И просто написать make-test. Потому что make-test изначально делает vendor-restore. И вообще можно просто написать make, потому что просто make делает make-lint и make-test. Оптимизация. На Windows make-файла нету. Там, скорее всего, какими-то батниками придется работать. Ну, может, в каком-нибудь эмуляторе Linux есть. GitHub-мастер. Работа началась снова. Готовная часть. Продолжение следует. Продолжение следует... Но это еще недолго. Раньше почта полчаса собиралась, можно идти обедать было, когда она собирается. Сейчас все, конечно, много быстрее. Отлично. У нас все получилось. Он выполнил по умолчанию make. Make, в свою очередь, выполнил MakeLint сначала, который выполнил GoLint. Он написал нам огромный отчет о наших ошибках в коде. Дальше он выполнил GoVendorRestore, когда уже начал тесты прогонять, прогнал тесты. Мы видим результат наших тестов. Если тесты упадут, то сборка сфейлится, ничего не будет. И дальше он задеплоил это все нахерок. Опять. Можем посмотреть логи. Последние. 8.30. По какому-то времени? Ну, очень похоже на то, что 8.30 это сейчас. Минус 3 часа, да. Ну да, так и есть. Ну вот, задеплоили. Так работает Travis. Еще про что я хотел рассказать, так это про версионирование. Мы разрабатываем проекты и в какой-то момент мы понимаем, что да, мы что-то сделали, мы выкатили эту версию, но она все сломала и нам нужно как-то откатиться. Нам нужно знать, куда нам откатываться. Для того, чтобы версионировать, существует очень много подходов. Например, один из них это использовать дату и время последней версии. Допустим, 2017, 0.8, нет, 0.4, 0.8 и время. 14.00, например. Это имя версии. Но это имя версии практически ни о чем не говорит. То есть там могли быть и какие-то breaking changes, которые сломали просто всю обратную совместимость, так и какие-то просто фиксы багов. Для того, чтобы как-то этого всего избежать, придумали специальную спецификацию, называется semantic version или сокращенно 7ver. В чем суть? У нас есть три числа. Эти три числа нам говорят о том, что в нашей версии изменилось по отношению к предыдущей. У нас есть первое число, допустим, здесь на примере 2. Это мажорный релиз. Второе число — это минорный релиз. И третье число — это релиз патч. Мажорный релиз — это если какие-то есть коренные изменения в проекте, либо очень много фич добавилось, либо какие-то обратно несовместимые изменения. Допустим, если мы делаем какую-то библиотеку, и там есть метод createConnection, и если createConnection переименовался на что-то другое, то это уже обратно несовместимые изменения. Если пользователь библиотеки вашей какой-то вольет в себе эту новую версию, то у него все сломается, потому что метод переименовался. Поэтому поднимается в таком случае мажорный релиз. Если мы добавили какую-то функциональность и не трогали старую, то это минорный релиз, то есть это гарантированно не разломается ничего. И патчевый релиз — это если мы просто какие-то исправили баги. При этом можно именовать вот таким образом, как здесь, например, это бета. Если мы еще не готовы как-то сказать, что да, это стабильная версия, мы пишем бета. Если мы уже близки к тому, чтобы зарелизиться, мы можем писать релиз кандидат 1, релиз кандидат 2 и так далее. Мажорный релиз может быть версии 0. Это значит, что обратная совместимость может меняться сколько угодно раз, сломаться и так далее, что уже конкретного кода интерфейса для этого проекта еще не придумано. Тут не очень много текста, достаточно полезно почитать. Есть даже версия на русском, даже есть версия. Тут все это можно прочитать и ознакомиться, и именовать релизы уже как-то осознанно. Если мы используем git, то для того, чтобы именовать как-то релизы, обозначать, можно использовать теги. Также для сборки, если мы хотим какой-то релиз сделать и его запушить и разложить автоматически, то мы можем установить в CI раскладку только для тегов. И тогда наши релизы будут автоматически деплоиться туда. Также мы можем откатить на предыдущий какой-то тег, не смотря по всему дереву коммитов, что мы изменили и что нам нужно откатить обратно. Это такое короткое вступление насчет версий. А сейчас я хотел рассказать про безопасность. Веб вообще штука достаточно небезопасная, то есть опасная. На каждом шагу есть какая-то уязвимость, и все люди-безопасники пытаются с этим бороться. Самое распространенное, что есть и что было, это man-in-the-middle атака, когда ставится какой-то снифер, и человек просто прослушивает ваш трафик. HTTP. Так как HTTP текстовый протокол, то можно прям прочитать, какие сообщинки вы шлете, какие картиночки скачиваете и так далее. Не очень приятно, если этот man-in-the-middle кто-то из ваших родственников. Есть… Да, и можно украсть вашу куку с помощью этого, потому что она передается в заголовках, и подставить себе, и выбрать из логини на этом сервисе. Люди подумали и придумали HTTPS. Теперь трафик шифруется, и человек, который посередине поставил снифер, не сможет его как-то расшифровать. Но проблема осталась, и у нас есть уязвимость, которая называется XSS. Простой пример. У нас есть какой-то… Сейчас я его подниму, этот какой-то сервис. У нас есть какой-то сервис. Допустим, какие-то комментарии. Мы можем в нем залогиниться. Допустим, я буду работать от имени Вани и Пети. Ваня. А здесь у нас Петя. У нас есть два человека. У каждого из этих людей есть доступ к тому, чтобы что-то писать. Какие-то комментарии. Ну и Петя может, в свою очередь, их прочитать. Ну и Петя что-то может написать, точнее. Даже что-то пустое. В чем проблема? Проблема в том, что мы можем выполнить какой-то вредоносный код на стороне другого клиента. В этом и суть уязвимости XSS, которая переводится как кросс-сайтовый скриптинг. Аббревиатура вообще CSS, но так CSS им было уже занято, то сделали XSS. Мы можем написать какой-то скрипт, какой-то алерт. Тут все вырезалось. Я что-то не то раскомментировал. Нет, я все правильно раскомментировал. Что я там написал-то? А, я скрипт написал. Все. Сейчас. Так, пусть у нас будет теперь злой Петя. Скрипт. О, все. Мы взяли и выполнили какой-то вредоносный код. И если Ваня, в свою очередь, обновит страницу, то этот код выполнится у него. С этим можно сделать много чего интересного. Например, украсть чужую куку. Делается это следующим образом. Так, здесь все осталось. Допустим, мы используем скрипт. И можем заалертить куки. Все куки в JavaScript хранятся внутри объекта document в свойстве куки. Вуаля, и мы видим все наши куки, которые здесь есть. И также здесь тоже нашу сессию мы видим. Не очень, правда? Так себе. Что может сделать злоумышленник? Он может поднять какой-то сервер у себя и передать эту куку как get параметр, и в access-логах этого сервера все эти куки появятся. С этим нужно как-то бороться. Первое, что приходит на ум, это взять и экранировать все скрипты. Мы же хотим использовать там какие-то балды там, HTML-ские. Если мы экранируем все скрипты, то проблема не уйдет, потому что помимо скрипта есть еще куча всяких вариантов. Например, картинка. Мы можем на ошибку загрузки картинки повесить. Алерт. Документ. Куки. Ну вот, второй алерт там вылез. Вариантов получения access достаточно много, и самый лучший способ защититься от этого — это просто экранировать абсолютно весь HTML. К счастью, Go за нас это все делает. Здесь в примере использовался пакет text template. Он по умолчанию не экранирует HTML. Если мы используем вместо text template HTML template, то все будет прекрасно. Давайте посмотрим. Ну вот. Ну а я хотел… Чудо-сквей по счету долго писать все это. Пам. Пам. Прекрасно. Никакой взывимости. Помимо того, что мы можем экранировать все на странице, мы можем защититься от кражи кук, потому что это достаточно популярная вещь. Можно их украсть просто попросив пользователя выполнить в консоли какой-то скрипт. Все. Он в консоли браузера выполняет скрипт, который берет его куки и отправляет этому злоумышленнику. Чтобы защититься от кражи этих кук, есть два момента. Первое — есть секьюр-куки. Секьюр-куки передаются только по HTTPS протоколу. Если мы не используем HTTPS, то секьюр-куки не будет. Но это не избавит нас от того, что их можно увидеть в браузере. Поэтому в браузерах, браузеры тоже, как и в ГОЗО, боятся о нашей безопасности, они ввели HTTP-only куки. То есть куки, которые не видны изнутри джавоскрипта, но которые также передаются, но лежат где-то внутри в браузере зашифрован. Передаются также с каждым запросом. Так как каждый запрос HTTPS, они шифруются, их нельзя прочитать. И их нельзя также прочитать изнутри джавоскрипта. Так что совокупность этих вот двух факторов нам дает безопасный, XSS-безопасный сайт. Поэтому код... А, да, кстати, еще в шаблонах можно... Если мы используем все-таки текст-темплей, то можно экранировать шаблоны с помощью функции HTML. Вопросы по вот этому есть, по XSS-у? По версионированию, может? Нет? Отлично. Помимо XSS-атаки, есть еще XSRF-атака. Это подмена пользовательского запроса. Как в основном она делается? Либо пользователю дают какой-то сайт, в котором есть форма, которая делает пост-запрос на какой-то сервис, в котором он авторизован. И эта форма после этого... Ну, и эта форма редиректит его, собственно, этот сервис и выполняет этот запрос, который нужен злоумышленнику. Например, перевести деньги туда. Куча кода. Вы можете, кстати, посмотреть этот код ветки с XTLesson. Сейчас я перемещусь в... CZRF. Вон, тут есть рейтинги для hello. Что мы можем здесь сделать? У нас, опять же, есть XSS здесь. И опять что-то скрипт написал. А, нет, я картинку загрузил. А, я не указал ей сердце. Можем побыть здесь? Да. Ну, вот, собственно, у нас, опять же, здесь есть XSS. Но у нас есть какое-то действие пользователя, которое мы можем через эту XSS-ку как-то эмулировать. Вот, у нас есть запрос на комменты. Запрос на то, чтобы двигать как-то рейтинг. То есть мы можем делать rate.id один voteup и votedown. И еще один косяк, то, что метод, который изменяет какие-то данные, это get. Поэтому мы можем просто взять, написать здесь скрипт. А, написать letting равно new image. Создаем картинку. И в эту картинку подсовываем. Рейт. Иди равно один. Для первого коммента. И просто мы накручиваем немного счетчик. Вот. Оп. И с каждым обновлением страницы счетчик будет накручиваться самостоятельно. Как от этого избавиться? Если мы поменяем метод get на метод post, то уязвимость останется. Просто надо будет писать чуть больше кода. Сейчас покажу пример. Если мы здесь возьмем, мы просто защитимся от get. If r.metod равно метод get, то просто запишем статус not found. Просто вернем 404. И все. Сейчас запустим. Что-нибудь напишем. У этого комментария появился какой-то идентификатор. Сейчас мы его узнаем. А, мы теперь не можем рейт сделать. Потому что он по get делался. Давайте исправим, чтобы он делался по посту. Оп. Все. Теперь у нас идет пост-запрос. Правда, параметры опять же в адресной строке, но это ладно. Их можно потом перенести. Это не совсем важно. Если мы теперь сделаем то же самое с картинкой, то ничего не сработает, потому что картинки берутся методом get. нам нужно чуть-чуть больше. Например, создаем… ксмл чит теперь квест. Объект. Делаем его open, чтобы сделать пост-запрос. на рейт. не сделаем его на синхроне. И сделаем send. И еще можно это сделать в цикле. Это JavaScript. Ну, можно сделать setInterval. Давайте setInterval. какую-то функцию, какую-то функцию. Каждые две секунды. Что-то я сегодня не JavaScript мастер. Точки запятые. Зачем? Не JavaScript. Можно, да? На, тут ошибка какая-то в конце. Ну да, я забыл. Что я забыл? А, я… Да, тут две точки запятые. Давайте. Попытка номер два. Точнее, не две точки запятые, а две скобочки. Попытка номер три. Я забыл скрипт. Держал жизнь. Безопасненько. Так, вот. Не, не во. Скобочка, скобочка. Скобочка, скобочка. Все. По скобочкам все окей. Запросы идут. Но у нас ничего не обновляется, потому что надо обновить страничку, чтобы это все появилось. В реальном времени просто ничего не происходит. А так запросы уходят. Периодичностью две секунды. Ну и можно просто сидеть и радоваться тому, как накручиваются голоса. Да. И остальные можно еще занять. Наш самый лучший. Да. Помимо того, что мы можем использовать, эксплуатировать CSRF через XSS, мы можем еще эксплуатировать CSRF через что угодно. Просто подделав какую-то форму, подделав страницу, сделать какую-то фишинговую форму, которая это все будет делать и выполнять банковские транзакции с огромным успехом чужих людей. Так. Вопросы по вот этому вот есть? Вам даже не интересно, как избавиться от этого? Да так нормально сойдет. Пусть камень. Экранировать. Экранировать? Да. Но как ты избавишься от поддельной формы? Что там экранировать? Вот. Раньше были сайтики, когда только ВКонтакте появился, там ВКонтакте через C какой-то такой. Вот. И это были фишинговые сайты, которые заманивали, которым кидали, короче, ссылку пользователям ВКонтакте. Они не замечали то, что там не те ВКонтакте немного. Заходили туда, а там выглядит как обычный ВКонтакте. Они вводили туда логин, пароль и все. Их логин, пароль от ВКонтакте утекал другим людям, которые владели доменом вот таким вот. они могут там опять же фишинговую форму, точнее форму, в которую будет ввести на сам ВКонтакт. То есть не воровать логин, пароль, потому что есть двухфакторная авторизация, все вот это. можно выполнить просто действие от имени этого пользователя, он даже ничего не заметит. Потому что если вот этот вот палевный сайт можно заметить, то, что ввел логин, пароль не туда и потом их сменить, то то, что зашел на сайт, ввел какие-то там данные, там какие-то сообщения кому-то, оно отправилось и отправилось немного не туда, это уже реально палевно. Точнее, это уже не палевно. поэтому есть вариант борьбы с XSRF-атакой. Называется XSRF-токен. Что он делает? XSRF-токен это специальная случайная строка, которую мы генерируем на сервере и передаем на клиент при загрузке страницы. Таким образом, мы, можно сказать, авторизуем клиента, что он, да, он пришел именно на наш сервис и мы, он может сабмитить эту форму. Мы даем разрешение клиенту сабмитить эту форму. И когда он делает пост-запрос какой-то, какой-то сабмит формы, мы в каком-то hidden поле передаем вместе с нашими данными этот токен. И мы уверены, что этот запрос пришел от человека реального, а не от робота какого-то, или не с той формы. Он, не, он может получить токена, выпросить страницы, да, конечно. Но его главная задача, чтобы юзер зашел на его страницу и сабмитил его форму. А токен имеет свойство протухать. То есть можно его потом перезапросить и так далее. Ну, должен иметь свойство протухать. Не все имеют. Плюс токены некоторые, в некоторых фреймворках токены делают один токен, а вторая часть токена записывается в куку. А третья часть токена хранится на сервере. Такая вот мешанина позволяет избежать выпаршивания токена в сайт. Плюс еще один метод защиты — это проверять HTTP реферерер. Когда к вам приходит какой-то пост-запрос, у него есть заголовок реферерер, в котором содержится адрес хоста, с которого был сделан запрос. Если это ваш хост, и вы ему доверяете, то вы можете спокойно, быть спокойным, что человек зашел с хоста вашего. То есть проверка на HTTP реферера тоже достаточно действенная. Но токены — это самое вот… токены плюс реферерер и нет CZRF. Ну да, можно было просто написать mgsrc, я запарился и писал… и создавал картинку в джаваскрипте. Вот. Вопросы? Точные? Прямо точно. Тогда домашнее задание будет чуть позже, завтра, сегодня вечером. Основное. Так, вам нужно взять, перевести ваши игры все в отдельные репозитории, подключить к ним Continuous Integration, чтобы все тесты проходили там, и автоматически деплоилась в Heroku. Вот. Оставляйте обратную связь. Спасибо тому одному человеку, который это делает всегда, почти всегда. Вот. Вот. Но лучше, чтобы вот человека этих было больше. Вот. Мы реально ее читаем, она реально анонимная, и мы реально не знаем, кто это. Мы не можем поделать запрос, чтобы узнать это. Так что… Честно-честно. Так что серьезно, оставляйте. Лучше, когда… Мы вообще очень рады, когда текст там еще какой-то пишут, не просто прокликивают что-то. Ну вот. Ну тогда все. Если есть какие-то вопросы, или вы хотите, чтобы я что-нибудь написал за вас, то пожалуйста.